Приветствую вас. Меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о том, как бороться со стрессом. Многие понимают, что стрессом нужно бороться, но из-за своей лени или страха откладывают это на потом. На самом деле избавиться от стресса несложно. Самое главное, чтобы было желание. Для начала следует выяснить источник стресса. Это поможет контролировать эмоции. Если вам сложно в голове держать все возможные причины, вызвавшие ситуацию стресса, то напишите все на бумаге. Это очень поможет осознать, в чем именно кроется проблема. Если вы пройдетесь по данному списку и ищете мнимые проблемы, которые на самом деле не существуют, но вы раньше этого просто не осознавали. Кроме того, в нем найдутся и серьезные трудности, с которыми предстоит бороться. Далее я вам дам простые способы и эффективные, которые помогут бороться со стрессом. Бороться со стрессом и обрести душевный покой поможет йога. С помощью медитации вы сможете расслабиться. Иногда за пару часов занятий йогой можно отдохнуть больше, чем за 8 часов сна. В любом случае нужно знать, как правильно ей заниматься. Главное в этом деле больше практиковаться. Можно придумывать цели, которые можно достичь с помощью медитации. Для душевного покоя это очень полезно. Старайтесь заниматься больше вашим любимым делом. Найдите для себя хобби. Нарушение душевной гармонии происходит из-за усталости и нервов. Согласно мнению некоторых психологов, человек не может уставать от умственного и физического труда, если ему приносит радость то, что он делает. Поэтому, чтобы не уставать на работе, найдите что-либо, что сможет вас обрадовать и внести яркие краски. Например, придумайте сами себе соревнования в чем-нибудь. Лучше всего отыскать дело, которому вы бы хотели посвятить всю свою жизнь. Оно не будет надоедать, а следовательно вы от этого не устанете. Вы можете чередовать занятия своим любимым делом с физическими тренировками. Все же именно спорт – один из лучших способов борьбы со стрессом. Его разновидностей существует много. Выберите тот вид спорта, который, как и ваше любимое дело, будет приносить вам удовольствие. Для душевного спокойствия попробуйте читать книги. Вы можете даже не верить в то, что они вам как-то помогут. Достаточно читать по полчаса в день. Вы удивитесь, что это занятие способно снять стресс и обрести душевное равновесие. Многие думают, что основной причиной нарушения душевного равновесия являются сильные психологические нагрузки. На самом деле причина в том, что большинство просто не умеют правильно избавляться от беспокойных мыслей. Кто-то пытается расслабиться, употреблять спиртное, кто-то с помощью сигарет, а кто-то при помощи экстремальных видов спорта. На самом деле для того, чтобы обрести душевное равновесие, вовсе не обязательно вредить своему здоровью и подвергать себя опасности. Как бороться со стрессом? Какие можно использовать психологические установки? Порой бывает, что какие-то события нас выбивают из душевного равновесия, заставляют нервничать, и когда это происходит, нужно быстрее устранить внутренние конфликты. Это поможет решить многие душевные терзания и вылечить болезни. Если вам тяжело на душе, у вас стрессы, не стоит искать, кому можно было бы поплакаться. Лучше всего хорошенько осмотреться вокруг себя и найти человека, которому вы можете помочь. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых. Позаботьтесь о нем, и вам вернется то же самое. Вашей душе настанет покой и умиротворение. Это будет лучшим лечением и профилактикой стресса. Также рекомендуется меньше просить для себя. Если вы много требуете от других людей, то всегда будете в состоянии нервозности и напряжения. Поэтому нужно научиться прощать, перестать требовать что-то от окружающих людей и от обстоятельств. Если вы хотите спокойствия для своего разума, то забудьте все претензии. В противном случае вас всегда будут сопровождать ссоры и конфликты, что в свою очередь может привести к сердечным недомоганиям. Для того, чтобы бороться со стрессом, нужно научиться смотреть на жизнь по-другому. Некоторые люди считают, что ничего хорошего не ждет, и все вокруг настроено против них. Из-за таких мыслей они становятся агрессивными ко всем окружающим, при этом такой негатив передается другим людям. Если вам нужен покой в душе, то откажитесь от плохих мыслей, не пускайте мрачные краски и помните, что только вы отвечаете за их содержание. Еще несколько дополнительных рекомендаций. Уезжайте за город, гуляйте на свежем воздухе, вдыхайте аромат цветов. Полезно давать своему телу волю, то есть делать то, что ему хочется в разумных рамках, конечно. Считается, что ваш лучший друг – это ваш внутренний критик. Прислушайтесь к нему. Когда вы нервничаете, попробуйте определить часть тела, которая больше всего напряжена. Сконцентрируйтесь на ней изо всех сил в течение нескольких секунд, после чего полностью расслабьте. Когда выйдете на улицу, то вы найдете что-то природное, это может быть дерево или лист. Коснитесь его и почувствуйте текстуру. Не бойтесь улыбаться. Пусть улыбка будет самая глупая в мире. Посмотрите на проблему с другой стороны и обязательно отыщите ее решение. Переодолевая стресс, чаще всего вполне реально только своими силами. Иногда, безусловно, может понадобиться помощь специалиста, без которой не обойтись, но это бывает довольно редко. Поэтому сначала стоит попытаться справиться с стрессом без него. Кроме того, не стоит использовать различные народные средства, которые в лучшем случае способны только приглушить проблем. Чаще всего достаточно помнить несколько необходимых моментов. Прежде всего, не нужно забывать, что стресс является вполне нормальной реакцией на повышенное напряжение. Кроме того, используйте свои скрытые возможности, ведь они есть у всех. Напряжение, которое возникает во время стресса, лучше всего где-нибудь эффективно задействовать. Напишите внизу в комментарии, как вы боретесь со стрессом. Мне ставьте лайки. Подписывайтесь на мой полезный канал. Видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.